Приветствую всех членов Высшего Церковного Совета. Темой, которую мы рассматриваем практически на каждом заседании, является тема образования. Вот и сегодня определенные пункты повестки дня будут связаны с этой темой. Поэтому я хотел бы поделиться с вами некоторыми своими общими мыслями в качестве вступления к нашей дискуссии. Известно, что еще до сих пор некоторые люди живут стереотипами старого советского времени, утверждая, что образование и просвещение находятся в конфликте с религией. Этот ложный тезис получает иногда сегодня новое звучание, новые акценты. И этот тезис пытаются вписать в том числе и в общественную повестку дня. Но ведь совершенно очевидно, что тезис этот ложный. Русская Церковь Православная считает, что результат работы образовательной системы – это всестороннее развитие человеческой личности. И нас интересует ведь не только количество часов, посвященных религиозной культуре в школе, как утверждают некоторые. Современный образованный человек призван быть компетентным и в естественных, и в гуманитарных науках, и в вопросах религии, вне зависимости от своих религиозных взглядов. Пробелы в знаниях из любой области унижают достоинство человека, приводят его в мракобесное состояние. Человек, сотворенный по образу и подобию Божию, призван стремиться к знаниям об окружающем его мире. А в наши дни несведущий в религии человек может стать жертвой вербовщиков экстремистского толка. Знания религии невозможно исключать из картины мира точно так же, как невозможно исключить ее знания математики и физики. И Церковь встречает понимание в этом вопросе как у государства, так и у десятков тысяч родителей, которые выбирают модуль православной культуры для изучения в школе. Важным достижением является создание диссертационного совета по теологии. Первая в нашей стране диссертация по теологии будет представлена к защите 1 июня этого года. Я бы хотел сказать, что это очень значительное событие в российском образовании. В год юбилея революции 1917 года как никогда важны исторические знания, позволяющие людям, в том числе молодым, не наступать еще раз на грабли, на которые наступили наши отцы и деды, погубив страну. Ведь история хранит память об искренних революционерах, которые, выступая за справедливость, в результате были использованы силами зла и стали участниками массового брата убийства, потеряли человеческий облик и сгинули в пучине беззаконий. И большинство из них сами стали жертвой беззакония. Нельзя отрицать воспитательную функцию образования. Образование – это процесс межличностного общения, который немыслим без этических норм. Базовым в данном взаимодействии должен быть этико-нравственный компонент. Слишком долго у нас в сфере образования наблюдался полный идейный вакуум. Но хорошо известно, что святое место пусто не бывает. Идейная пустота привела к тому, что на школу стали смотреть как на место формального предоставления определенных, в данном случае, образовательных услуг, а не как место всестороннего развития личности. Это издержки коммерциализации системы образования, которая не может быть сектором рынка. Просто потому, что человек – непроизводственный модуль. Которого надо научить десятку функций, а потом вставить в механизм национальной экономики. Эти проблемы актуализируют вопрос, какой должна быть ценностная среда в нашей школе. Как сделать ее пространством для передачи нравственных максим, на которых веками зиждилась наша культура. Как должны сотрудничать церковь, государство, общество в достижении этой цели. Мы подошли к тому, чтобы начать новый этап церковно-государственного взаимодействия в вопросах образования. Необходимо объединить все здоровые силы нашего общества, желающие всестороннего развития системы образования, в том числе с учетом его ценностного измерения. Поэтому не случайно вопрос образования является главной темой на протяжении уже не одного года для работы Высшего Церковного Совета. Мы продолжим наше особое отношение к этой теме, и сегодняшнее заседание также будет местом дискуссии о системе образования, которую мы выстраиваем, в том числе и внутри Русской Православной Церкви. Благодарю Вас за внимание.